Хода уже наступили, вот только если сейчас еще терпимо, то впереди крепкие морозы и подготовиться к непогоде, конечно, стоит заранее. В городе Брест есть множество магазинов, где представлен огромный ассортимент и широкий размерный ряд обуви. На миниатюрную ногу и большую стопону. Внимание стоит обратить не на многообразие моделей, а на их удобство. Высокий свод, полная икра, выступающие косточки – все эти особенности не должны мешать выбрать комфортную обувь. Для того, чтобы быть готовым к этому периоду, ну, во-первых, надо отслеживать погодные условия, не надо быть таким беспечным. Во-вторых, готовиться к этому заранее. С обувью совершенно верно, именно одним из ключевых моментов в этом деле является обувь. Да, именно она. Ну и покрытие. Сейчас в нашей стране достаточно хорошо работают коммунальные службы, и там, где люди ходят, они достаточно правильно и хорошо убирают эти покрытия. Ну, бывает мороз, но дождь. Ночью мороз, днем дождь, и замерзло все корочкой, и не успели. Поэтому самым первым это является обувь. Обувь должна быть устойчивая. Желательно, чтобы она была по размеру. Есть, вы знаете, еще и разный тип самой стопы. Нет универсальной обуви, нет универсальной стопы. Есть и плоскостопые люди, есть с высоким сводом, есть универсальная, есть длинная стопа узкая, есть широкая, короткая. И тут, да, надо подбирать, ходить и искать. Но все-таки обращайте внимание на подошву, на достаточность. Лучше она чуть-чуть будет большего размера, чем меньшего. Кровоснабжение будет лучше, подвижность и суставы будет как бы отыгрывать. И устойчивость будет лучше. Любую обувь, будто она на осень или зима, нужно примерить на обе ноги и ходить в ней по магазину, чтобы почувствовать, действительно ли она комфортная именно для вас. Чаще всего ноги, как и руки, как и парные органы, разновеликие. И вы, меряя, например, по левой стопе, а рабочая ваша правая, получите то, что правая будет вам мала. Или наоборот, одевая на правую, а левая будет болтаться. Совершенно верно, надо мерить обязательно две ноги. Ну, я не думаю, что тут сильно промахнетесь. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Нам важно, насколько привлекательной и модной обувь выглядит. А ведь к выбору обуви надо подходить со всей серьезностью. От того, что вы носите на ногах, зависит ваше здоровье. Стопа является амортизатором нашего организма. И каждый шаг, он должен быть мягким, амортизирующим. И 70% приблизительно ударной нагрузки должно остаться там. Если же, например, девушки злоупотребляют, например, каблуками. То здесь, к сожалению, на высоком каблуке свод стопы выключается. Он не работает. И вся ударная нагрузка от шпильки или от каблука передается вверх, вплоть до, ну, по позвоночнику, до головного мозга. И маленькими ударами мы создаем микротравматизм даже головного мозга. И почему иногда девушки отмечают к вечеру головную боль, усталость, это связано именно с этим иногда. Много ходить на такой вот обуви, удар и все остальное. Плюс ударная нагрузка также сказывается на всех суставах и на позвоночнике в том числе. Они преждевременно могут стареть. Диски могут изнашиваться, межпозвоночные. И все это приводит к артрозам и остеохондрозу. Тут, конечно же, уже отсюда вытекающие проблемы. Впереди суровая зима. Это значит, что в зимних ботинках или сапогах главная подошва. Она должна быть достаточно толстой, со специальным протектором, препятствующим скольжению. Самое важное, конечно, это покрытие, подошвенное покрытие. Должно быть не тонким. Должно быть из резины или каучука, содержащего покрытие. Покрытие должно быть рифленым. Грубо рифленым. С элементами даже шипов, если это будет такая серьезная зима. Спросите, что с каблуками делать для женского населения. Вы знаете, каблуки могут быть, но каблук должен быть достаточно широкий, чтобы была устойчивость. Относитесь к выбору обуви ответственно и покупайте те модели, которые могут обеспечить удобство и комфорт при каждом шаге. Продолжение следует...